Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. По вашей просьбе сегодня я делаю краткую инструкцию о том, как зарегистрироваться на сайте iHerb и как сделать свой первый заказ. Даже если вы не знаете, как пишется слово iHerb на английском, вы можете с легкостью найти это название в Гугле или Яндекс, набрав просто по-русски iHerb. Как только вы нажмете поиск, вам тут же выскочит сайт iHerb. Кликните на него и попадете вот на эту страничку. Вот сам логотип. Сразу же появляются все акции. В данный момент идет бесплатная доставка BoxBerry. Это компания, которая занимается пересылкой ваших посылок и отвечает за доставку на территории России, к примеру, также в других городах и в некоторых других странах. Эта компания также работает. Например, на все заказы от 60 долларов будет бесплатная доставка. Обратите внимание, в правый верхний угол вам необходимо нажать вот на эту галочку либо войти, либо зарегистрироваться. Допустим, у вас еще нет аккаунта, и вы выбираете «Создать аккаунт». Аккаунт – это ваша личная страничка, с которой вы будете делать заказы, на которые вам будут приходить бонусы за эти заказы, и куда вы будете получать всю информацию о доставке. Существующий покупатель, тот, у кого уже есть аккаунт, вводит сюда адрес почты и пароль. После того, как вы зарегистрируетесь, вы будете пользоваться вот этой частью. Если браузер, в котором вы работаете, предложит вам сохранить, вы можете сохранить пароль. И логин у вас все время будет либо предлагаться логин, если у вас несколько логинов, и всегда будет автоматически вставляться пароль, чтобы заново его не набирать. Если у вас нет аккаунта, вот эта кнопочка «Создать аккаунт». Кликаем сюда. Чтобы заказывать товары на iHerb, нужно иметь хотя бы адрес электронной почты и номер телефона. Итак, сюда вы вписываете свой адрес электронной почты. Он может быть абсолютно любым, на любом бесплатном сервере, платном, Mail.ru, Яндекс, Рамблер, любой. Итак, сюда вы вводите пароль, самостоятельно его придумываете, следуя инструкциям, подсказкам, второй раз вводите пароль и нажимаете «Создать аккаунт». И на адрес электронной почты, который вы выбрали для себя, придет тут же оповещение о том, что вы создали страничку на сайте iHerb, попросят подтверждение, что это ваш электронный адрес. Вы кликните на строчку с подтверждением и попадете на вашу страничку уже на iHerb. Если ваш браузер запомнит, то вот так будет выглядеть ваш вход всегда. То есть автоматически вставляется пароль и предлагается адрес электронной почты, как только вы вводите первую букву. Сейчас мы находимся на личной страничке, поскольку я уже делала заказы бонусом, 5% мне вернулось обратно. Вот эта сумма, она будет автоматически использована в следующем моем заказе. Также написана всегда дата, до которой эта сумма действительно. Слева наверху, как вы видите, личный кабинет. Первое, что вам необходимо сделать при первом заказе, это заполнить адресную книгу. Вот эта кнопка. У меня здесь пункты выдачи «Боксбери», то есть той компании, которая доставляет мой заказ и мне его выдает. Если вам удобнее получать заказы дома, вы с легкостью можете оформить его на дом. То есть вы можете выбрать адресом доставки адрес вашей домашней. Далее, кликнув на кредитные карты, вы вводите информацию о той карте, из которой вы будете оплачивать ваши заказы. Заказы все в обязательном порядке предоплаченные. Далее, вот эта кнопка «Заказы». На этой странице появится информация о вашем заказе, и далее все эти заказы будут обязательно сохраняться на эту страницу. С нее вы легко можете обратно добавить в корзину понравившийся вам товар, а также написать отзыв, что всегда очень полезно для покупателей. Обратите внимание на верхний правый сектор. Здесь есть информация об отслеживании, то есть та компания, которая пересылкой занимается, ту, которую вы выберете. Обязательно выдаст вам номер отслеживания. Нажимая на этот номер отслеживания, мы попадаем на сайт той компании, которая занимается пересылкой вашего заказа из Америки. В данном случае это сайт «Боксбери». Здесь стоит отправитель «iHerb». Здесь город назначения, пункт выдачи, который я выбрала в Москве. Вот здесь информация, какого числа получена информация в заказе, какого числа он направлен в страну отправления. И дальше эта полосочка будет продолжаться, продолжаться вниз, пока не появится последний кружочек с информацией о том, что заказ передан в службу доставки, и либо вам доставит ее курьер, если вы выбрали курьерскую доставку, либо вам доставят ее в пункт выдачи, и вы ее забираете. Есть такая информация, как продлить срок хранения посылки, если вы не успеваете в определенные сроки оговоренной забрать посылку, вы можете ее продлить. Также вы можете поменять информацию и, например, заказать посылку курьером, как вы видите, а не получать ее сами. Ну или переадресовать в другой пункт выдачи. Это очень удобно. Пару буквально слов о боксбери, и будем говорить о том, как сделать заказ первый. Также я советую завести личные кабинеты, ввести туда паспортные данные и ИНН, для того, чтобы не было проблем с доставкой. Потому что сейчас новые положения о доставке на таможне, о приеме посылок, обязательно нужен ваш ИНН. Пожалуйста, узнайте его, если вдруг вы не знаете. Настройки профиля, паспортные данные. Если хотите прикрепить социальные сети, сменить можно пароль или удалить учетную запись. В паспортных данных также будут данные по ИНН. Где удобнее всего смотреть информацию? На iHerb. Вы можете посмотреть информацию о брендах, например, по категориям. Допустим, добавки вам нужны, травы, гели, там что-то для душа, да, красота. Например, вот в разделе красота, посмотрите, сразу же появляются проблемы такие, да, проблемы с кожей, акне и так далее, и в том числе косметика просто, и корейская косметика. Вот таким образом легче всего, на мой взгляд, найти необходимое. Если вам нужны конкретные бренды, тогда вам нужно использовать вот эту следующую кнопочку бренды. Здесь на первой страничке открываются самые популярные бренды, как вы видите, их немного. Но если нажать на каждую букву, то будет просто море, море, например, на А брендов. Посмотрите, сколько их, да? Даже если вы только слышали бренд на слух, не знаете его правильное название, вы всегда можете ввести его название, как и сайт iHerb по-русски в любом поисковике, то есть Яндекс, Рамблер, Гугл, и тут же вам выдастся правильное название на английском. Вот, к примеру, М. Вот она, моя любимая косметика, Миша и Мизон. К примеру, мы открываем Мизон. Корейские средства, о которых я вам только что рассказывала. Вот он, крем с улиткой. Во-первых, тут можно сравнить цены. Тут можно сэкономить, каким образом. Если вы нажмете вот на эту кнопку, эконом-доставка, то у вас выскочат только те продукты, которые имеют экономичную доставку. То есть практически могут быть доставлены бесплатно при определенном заказе, то есть на определенную сумму. Вот, к примеру, ампулы, которые я очень люблю. Когда вы наводите на фотографию, появляется слово «добавить в корзину», вы кликаете, как вы видите, далее появляется информация о том, что добавилось в корзину. Вы можете сразу же оформить заказ, нажать. Вы можете дальше продолжить покупки. Просто нажмите на любое поле, и эта табличка исчезнет. Все товары в корзине отражаются вот в этой тележечке. Вы можете нажать просто на эту сумму, и перед вами откроется вся корзина. То есть все, что вы там навыбирали. Ну вот, к примеру, то, что я планирую купить. Вот тут была какая-то, видите, скидка. Любые скидки будут отражаться здесь. Если за то время, пока вы собирались купить и не купили, данного товара нет на складе, получите уведомление. Пожалуйста, получите уведомление. То есть вот нужно нажать сюда, и вы получите уведомление, когда этот товар появится. Вот он, ваш бонус лояльности. Он сразу же вставляется. То есть это проценты, которые вы получили с прошлого заказа. Он автоматически сюда вставляется. Дальше вы видите подсумму. То есть это та сумма без скидок. Далее вам считается доставка. Ну, видите, у меня получается доставка бесплатна. И вот они, обратите внимание, условия доставки. Смотрите. Ниже, если вы спуститесь, пункты выдачи. Вот они, условия доставки. Также есть еще доставка местной почтовой службы. Это наша доставка в Москве. И вы можете, соответственно, заказать курьера. Обратите внимание, что согласно приказу, обязательно индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика. То есть то, что я вам только что сказала. Ну и теперь поговорим о скидочном коде. Куда его вводить? Тот самый код, который я вам оставляю. Вы вводите его вот в это самое окошко. Там, где написано «Введите код». Далее вы нажимаете кнопочку «Применить». И вот эта самая подсумма изменится на 5%. Когда скидка по этому коду увеличивается, я всегда вам дополнительно сообщаю, когда идут такие акции. Под общей суммой появится информация о том, сколько вы заработаете бонусов с каждого вашего заказа. То есть сколько бонусов обратно вернутся на ваш счет. То есть те самые бонусы, которые вот таким вот образом будут автоматически вставлены в ваш заказ следующий. Обратите внимание, что также на сайте, вот в этом разделе вашего аккаунта, есть кнопочка «Сообщение». Если вы кликните на эту кнопочку «Сообщение», то вы попадете в раздел, где сообщение вам присылают, по вашим заказам, например, по вашему аккаунту, если вы задавали какие-либо вопросы. Таким образом вы можете контролировать все, что происходит с вашим заказом, с вашим аккаунтом. И на ваш адрес электронной почты, указанной в регистрации, будут отправляться все копии этих сообщений. Также по адресу электронной почты к вам будут приходить специальные предложения, если таковые есть. То есть вы всегда будете в курсе. Сделанный заказ обязательно отобразится в вашем отделе «Заказы». Можете переместить в лист желаний те товары, которые пока не планируете приобретать, но хотели бы, то есть такую свою хотелку создать. Где самые выгодные предложения на iHerb? Обратите внимание, категории мы с вами уже рассмотрели, про бренды поговорили. Темы о здоровье – это то же самое, что категории. Вот так они выглядят, то есть акне, аллергии, антивозрастные и так далее. И вот они предложения. Здесь новинки, если вы интересуетесь чем-то новым. Здесь самое лучшее, ну скажем так, не лучшее, а больше покупаемое. То есть самые рейтинговые товары. Здесь предложения и пробные товары. Вот эти две категории, я думаю, должны заинтересовать вас больше всего. В предложениях находятся скидки до 15%. Это бренды недели. Если вы посмотрите все, нажмите вот на эту кнопочку «Посмотреть все», то вот эти вот все бренды, кликая на каждый, вы будете выделять каждый и смотреть здесь только конкретный бренд. Сейчас в данный момент находятся здесь все-все-все бренды на одной страничке собраны. Ну и, соответственно, если вы выбрали какой-то бренд, вы наводите на него, появляется «Добавить в корзину», добавляете, и он у вас уже вот с этой скидкой, которая здесь отображена красным, будет отображен в корзине. Будет отдельно общая цена и скидка на этот товар. На вот этой странице «Предложения» какие предложения есть еще? Скидка дня, например, заканчивается она, но обычно три дня дается на то, чтобы приобрести товар со скидкой, например, 50%. В данный момент это зубная паста. Можете почитать о ней информацию, кликнув вот на этот текст, и тогда у вас откроется полная информация, и уже с этой страницы «Добавить в корзину», если вам понравилось. Что очень важно знать, что вы везде можете посмотреть отзывы на русском языке, кликнув вот на эти звездочки. Это и есть отзывы на данные товары. Они могут быть положительные, могут быть отрицательные. Здесь просто последний отзыв всегда наверху. Если вы промотаете вниз, будут следующие отзывы. Смотрите, пожалуйста, внимание вот на этот раздел «Распродажа». Здесь скидки до 60% от уже довольно низких цен. Как вы видите, вот, например, 10 помад за менее чем 200 рублей. Ну и так далее. Это гигиенические помады. Вы можете нажать на кнопочку «Посмотреть все». Далее уже наблюдать все товары здесь на этой странице, которые вам предлагаются приобрести по скидке. Каким образом можно отфильтровать товары? К примеру, вы хотите только косметику или только добавки, или только продукты питания. Вы можете выбрать эти категории, кликнув сюда, и автоматически здесь появятся только пищевые добавки. Показанные вам товары на любой странице вы также можете отсортировать по, например, показывают лучшую, например, по высокой оценке покупателя, или стоимость по взрастанию от самой низкой, или по убыванию по новым предложениям, как самые тяжелые. Обратите внимание, самые тяжелые товары, естественно, будут самыми дорогими в доставке. Также вы можете отсортировать далее вот здесь по брендам. Например, вы хотите выбрать какие-то определенные бренды, вы можете также ставить сюда галочку. Если вы добавляете следующую галочку, то этот бренд добавляется к тому, что уже у вас показано на страничке. Также есть сортировка по рейтингу и по цене. И то, и другое. Вы можете включить что-то одно, можете включить все вместе до 500 рублей, от 500 до 1000, от 1000 до 2000, ну, в общем, и так далее. Ну что ж, теперь вы знаете, где я выбираю самое выгодное предложение. И, соответственно, ищу и жду, когда появится предложение со скидкой. Ну, если, конечно же, мне нужно что-то срочное, я покупаю без всякой скидки. Мне это и так довольно выгодно, потому что в любом случае мне возвращаются бонусы за мои предыдущие заказы. Код, который вы должны будете ввести вот в это окошечко, я всегда оставляю вам в описании к этому ролику, а также оставляю еще в комментариях. Для тех, кто поленился или не знает, как открыть описание к ролику, давайте покажу вам. Вот сам ролик, который вы смотрите. И вот здесь под роликом есть поле. Здесь есть открытая часть комментариев, которые я для вас оставляю. Если вы нажмете вот на эту кнопочку, еще, видите, открывается полное описание. То есть все то, что я хотела вам оставить. Если вы нажмете на кнопочку «Поделиться», то перед вами появится вся табличка во всех социальных сетях, где вы только могли бы быть зарегистрированы. Если нажать на один из значков социальной сети, и таким образом, ну вот, например, ВКонтакте, таким образом, с вашим комментарием, вот поле для комментариев, вы можете передать информацию о том ролике, который вам понравился своим друзьям в этой социальной сети. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи, прекрасных приобретений. Будьте благодарны за все, что имеете. Пока!